Адювантная химиотерапия, каким образом мы можем улучшить результаты хирургического лечения больных со второй и третьей стадии рака толстой кишки. Здесь потенциальный конфликт интересов. План сегодняшнего моего доклада будет посвящен чуть-чуть третьей стадии, потому что с третьей стадии, на мой взгляд, все относительно понятно. Вторая стадия – это менее ясные вопросы. Когда нужно начать химиотерапию, что делать с пациентами старческого возраста, какой у них выигрыш от адювантной химиотерапии, о некоторых молекулярных факторах и совсем чуть-чуть об оставшихся вопросах, посвященных адювантной химиотерапии. Что мы знаем при третьей стадии колоректального рака? Третья стадия – это стадия, при которой уже вовлечены региональные лимфоузлы. Но мы знаем со старых исследований, что 12 месяцев адювантной терапии в торпиримединами равноэффективно 6 месяцам. И на сегодняшний момент 6 месяцев адювантной химиотерапии – это стандарт при третьей стадии рака толстой кишки. Было исследование, которое показало, что 6 месяцев по программе МИО равноэффективно 3 месяцам непрерывной инфузии 5-торурацила. Это исследование не получило своего прямого дальнейшего развития с точки зрения изменения стандартов. Потому что к моменту его окончания уже монотерапия в торпиримединами перестала быть стандартным лечением адювантно. И оксалиплатин уже вошел в адювантные программы. Но это послужило основой для проведения большого исследования, которое в ближайшее время должно уже опубликовать свои данные. Я думаю, это может случиться на следующий год или, может быть, через год, где сравнивается полгода и 3 месяца адювантной химиотерапии оксалиплатином и в торпиримединами. Если это исследование будет позитивно, и окажется, что 3 месяца терапии достаточно, то это, конечно, будет здорово для наших пациентов и для нас. Кроме того, мы знаем, что режим МИО, любимый в нашей стране, равноэффективен инфузионным режимам 5-торурацила. Мы знаем, что капицитабин как минимум равноэффективен, а, возможно, и поэффективней в адюванте, чем режим МИО. И, кроме того, если сравнить разные исследования, получается, что капицитабин чуть лучше, чем С1 и лучше, чем УФТ. Но эти два препарата не очень актуальны для нашей страны, потому что они больше применяются в азиатской популяции. По крайней мере, я призываю не использовать в адюванте наш препарат Фтерафур, который является основой для УФТ, потому что, во-первых, он не изучался, а, во-вторых, возможно, что его эффективность все-таки ниже, чем у капицитабина. Что мы можем добиться с помощью адювантной химиотерапии? Если взять в целом на круг третью стадию, получается, что длительная безрецидивная, ну или длительная 5-летняя общая выживаемость где-то в районе 50%. Но это грубо, вот в целом на всю стадию. Применяя фторпирамидины, мы можем в абсолютных значениях улучшить эти результаты приблизительно на 10-15%. Для адювантной химиотерапии, для многих солидных опухолей это достаточно большие значения. Редко когда удается в адюванте в абсолютных значениях настолько увеличить отдаленные результаты. Что нам дает оксалиплатин? На сегодняшний момент доступны три рандомизированных исследования. Это исследование мозаик, фолфокс в сравнении с инфузионным фторуроцилом. Это исследование флокс, американское исследование, где оксалиплатин вместе со струйным 5-фторуроцилом. И исследование кселокса, где кселокс сравнивался с режимом МИО. Если суммировать все эти исследования, получается, что выигрыш в трехлетней безрецидивной выживаемости в районе 4-7% это уже по сравнению с фторуроцилом, то есть это сверх того выигрыша, что дают фторпирамидины. В шестилетней общей выживаемости тоже в районе 4%. И вот только что стали известны результаты, десятилетние уже результаты исследования мозаик. Оно было самое первое исследование. Оказалось, что выигрыш со временем даже увеличивается, это здорово. И десятилетний выигрыш при третьей стадии составил 8%. При том, что интересно, выигрыш зависит от вида третьей стадии, так скажем. При Н1, то есть это поражение от 1 до 3 лимфоузлов, абсолютный выигрыш плюс 6%. А вот если у пациента Н2, то этот выигрыш от добавления оксалеплотина к фторуроцилу удваивается и составляет практически 13%. Вот здесь графически представлено, что мы имели ранее два крайних левых исследования при наблюдении, это в районе 50%. И с помощью фторпиримидинов улучшили результаты и с помощью оксалеплотина смогли дотянуть приблизительно с 50% до 70% с чем-то трехлетнюю безрецидивную выживаемость при третьей стадии рака толстой кишки. Активно изучался другой препарат, это иринотыкан в одевантной химиотерапии. Было проведено три исследования. Все эти три исследования оказались негативными. Аналогично проводились исследования по изучению моноклональных антител в одевантной терапии. Два исследования с авастином, одно исследование с орбитуксом. И опять же все эти исследования оказались негативными. Кроме того, в одном из исследований с авастином и в одном из исследований с орбитуксом добавление моноклональных антител не только не улучшило, а даже ухудшало отдаленные результаты. Поэтому призываю никоим образом и никогда не использовать ни Ирина Текан, ни моноклональные антитела в адевантной терапии, потому что нередко приходится видеть, когда очень хорошим, уважаемым больным врачи хотят помочь и считают, что если назначить ему препарат подороже в адевантной терапии, это ему улучшит отдаленные результаты. Не улучшит. Хотя если возвращаться к Ирина Текану, вот буквально на днях вышла статья, где в этом негативном исследовании ПИТАК-3 проанализировали экспрессию РНК топоизомираза-1. Топоизомираза-1, как вы знаете, это собственно тот фермент, та мишень для воздействия Ирина Текана. И вот оказалось, что в группе больных с высокой экспрессией РНК топоизомираза-1 назначение добавления Ирина Текана, то есть режим фолфири, достоверно и значительным образом снижал риск смерти. Но это никоим образом, конечно, не меняет на сегодняшний момент стандарты лечения, но, по крайней мере, может дать то направление, в котором можно двигаться с точки зрения предсказательной, предсказания эффекта на Ирина Текан. Вторая стадия. Со второй стадии ситуация сложнее, запутаннее и спорнее. Поэтому при второй стадии вопрос, который обсуждается, если при третьей стадии он, собственно, не обсуждается, химиотерапия адювантная нужна, при второй стадии встает вопрос, нужна ли вообще адювантная химиотерапия. Риск рецидива значительно меньше, где-то в районе 25%. И в большинстве исследований не было показано улучшение отдаленных результатов от адювантной химиотерапии, но проблема была в том, что было мало пациентов. Это раз. И второе, это то, что не было стратификации, а какая-то была вторая стадия. Вот ниже в качестве примера я привел исследование недавнее из регистра Исландии. Страна маленькая, интересно, они с 90 по 2004 год, у них было 889 больных. Это, наверное, в одном округе Москвы, да, столько, наверное, в течение года, мне кажется, пациентов. И вот мы видим, что вторая стадия, второй стадии рознь. При второй А стадии, Т3-0,0, совершенно великолепная отдаленная выживаемость, опухольспецифическая выживаемость 82%. Но если опухоль прорастает до Т4, Т4-0,0, мы видим, что пятилетняя выживаемость, 50% значительно хуже, чем при третьей А стадии, при Т1-Н2-Н1, которая составляет 88%. При третьей Б стадии мне не удалось найти, какая была пятилетняя выживаемость. Но в целом известно, что 65%, я подозреваю, что при третьей Б стадии где-то в районе 50% должна быть выживаемость. Таким образом, мы видим, что, во-первых, у некоторых больных с третьей А стадией, у которых поражен, возможно, единственный лимфоузел, при достаточном числе исследованных лимфоузлов при Н1, может быть, особенно у пожилого возраста, можно отказываться, наверное, от оксалиплотина, потому что у них замечательная выживаемость. И с другой стороны, что вторая Б стадия, у которых Т4-Н0,0, что вот этот фактор Т4, он значительно ухудшает прогноз, и, наверное, эти пациенты нуждаются в дополнительном лечении. Самое большое исследование, посвященное второй стадии, это исследование КВАЗАР, проведенное в Великобритании, которое включало больше 3000 пациентов с так называемыми неопределенными показаниями к химиотерапии. Достаточно старое исследование проводилось с 1994 по 2003 год, и большая часть пациентов была со второй стадии. Там пациенты рандомизировались на наблюдение или 5-тору-рацил с левомизолом. Тогда еще левомизол использовался как альтернатива ликаварину. И выигрыш пятилетней общей выживаемости составил достоверный, но составил 3,5%. Много это 3,5% или нет? Мы должны пролечить 100 пациентов, 3,5% мы поможем избавиться, предотвратить развитие заболевания. Интересный анализ. Если мы говорим о 55-летнем пациенте, то вот этот выигрыш в целом выливается в один год добавленной жизни. Если мы говорим о 75-летнем пациенте, то вот этот выигрыш в целом, опять же, популяционно дает прибавку всего лишь в 4 месяца. Поэтому, по-видимому, надо определять, при выборе адювантной химиотерапии, конечно, приходится ориентироваться на возраст пациента, на его ожидаемую продолжительность жизни. В исследовании мозаик, это то, которое сравнивало Фулфокс с инфузионным 5-фторуроцилом, была выделена группа больных со второй стадии с высоким риском. Факторы высокого риска, я думаю, вы все прекрасно знаете, они здесь представлены, главным из которых является, опять же, Т4 или же кишечная непроходимость. Таких пациентов оказалось где-то 64% от всех участвовавших во второй стадии. И когда был проведен первоначальный анализ исследования мозаик по безрецидивной выживаемости, было получено, что добавление оксалиплотина к вторпирамидинам улучшает на 7,2 длительную безрецидивную выживаемость. И на тот момент точно такой же выигрыш, который достигается при третьей стадии. И когда впервые были опубликованы эти данные, а эти данные, наверное, были опубликованы, мне кажется, лет 10 назад, на 2005 году, все тут же внесли в стандарт, что пациенты со второй стадии высокого риска должны получать такую же, собственно, химиотерапию, как пациенты и с третьей стадией. В этом году, как я уже сказал, вышли обновленные, десятилетние результаты уже по общей выживаемости исследования мозаик. И что оказалось? При второй стадии низкого риска, верхний левый угол, мы видим, что добавление адювантной химиотерапии никоим образом не улучшает отдаленные результаты ни пятилетнюю выживаемость, ни десятилетнюю выживаемость. Если посмотреть на графики B и C, B это вторая стадия, высокий риск, мы видим, что на пятилетней отметке никаких различий в продолжительности жизни этих больных нет. То есть риск снижается, но на продолжительность жизни это никоим образом не влияет. Точно такую же ситуацию мы видим и при третьей стадии N1, та, которая достаточно благоприятная. Опять же, никаких различий. При третьей стадии N2 мы видим те же самые замечательные различия в 13%. Однако, когда вышли обновленные результаты, мы видим, что со временем, к 10 годам, кривые все-таки начинают расходиться и расходиться в пользу добавления оксалиплотина. Таким образом, мы видим, что десятилетняя общая выживаемость при второй стадии высокого риска выигрыш составляет 3,7. Это уже значительно лучше, чем ноль. Таким образом, на мой взгляд, снова поднимается вопрос о том, нужно ли больным со второй стадии высокого риска добавлять оксалиплотин в качестве адювантной терапии. Какие сроки начала адювантной химиотерапии после операции? В 2011 году на АСКО были представлены результаты, метанализ 9 исследований, который включал свыше 14 тысяч пациентов, который показал следующее, что если взять в качестве идеала начала адювантной химиотерапии 4 недели после операции и сравнить, то если вы откладываете еще на 4 недели, то есть через 2 месяца начинаете адювантную химиотерапию, риск смерти возрастает на 12%. Если откладываете до 3 месяцев, то риск смерти увеличивается на 25%, и, по сути дела, весь выигрыш от адювантной химиотерапии исходит на нет по сравнению просто с оставлением пациента под наблюдением. В этом году были представлены национальные базы данных 51 тысяч пациент третьей стадии, младше 80 лет, который, в принципе, показал те же самые результаты. Мы видим, что если адювантная химиотерапия начинается до 2 месяцев после завершения, то есть от операции, результаты 5-летнего общего выживания 70%, и дальше она начинает прогрессивно ухудшаться. И фактически, по данным этого исследования, после 4 месяцев точно сходит на нет. Поэтому крайне желательно назначать адювантную химиотерапию, так от нее выигрышнее сказать, что уж прям фантастически, ее нужно назначать в течение первых 2 месяцев после операции. По давляющему большинству больных это можно сделать, если только у пациента нет каких-то тяжеленных осложнений после операции, если у него не случился перитонит, его несколько раз еще не реоперировали, но я, может быть, в год вижу одного-двух таких пациентов. То есть всем остальным, по давляющему числу больных, кому вообще можно назначить химиотерапию, это действительно можно сделать в первые 2 месяца. И проблема, на мой взгляд, почему в России зачастую пациентам не назначается, это организационная. Пока его прооперировали в общей хирургической сети, еще через 3 недели дошел плановое гистологическое заключение, потом он записался к онкологу на прием еще через 3 недели. И таким образом зачастую он к химиотерапевту, онколог еще, я не знаю, как в регионах, в Москве онколог потом перезаписывает к химиотерапевту, у того прием еще через 2 недели будет. И таким образом, пока до специалиста доходит пациент, выясняется, что прошло уже 2 месяца, и, возможно, смысла проведения химиотерапии никакого нет. Поэтому призываю начинать адювантную химиотерапию все-таки в течение 2 месяцев после операции. Что делать с лицами старческого возраста? Это большая проблема, потому что данных особенных нет. Несмотря на то, что в США, например, каждый третий пациент раком толстой кишки старше 75 лет, если вы посмотрите на данные, в тех рандомизированных исследованиях, из которых мы, собственно, получаем данные об эффективности адювантной химиотерапии, вот эта категория больных старше 75 лет была слабо представлена. Естественно, никому не хочется включать в исследование 80-летних больных, для того, чтобы, ну, ты понимаешь, что, возможно, будет больше частота побочных эффектов, и поэтому, несмотря на то, что таких больных много, данных о них достаточно мало. По данным саржента, представленного еще в 2001 году, который сравнивал исследования вторпирамидинов просто с наблюдением, он показал, что пожилые пациенты точно так же хорошо переносят химиотерапию, как и молодые пациенты. Ну, несколько выше там частота нитропеней, но это никоим образом не выливалось ни в тяжелые явления, ни тем более в летальность. Поэтому пациент, если физически он может принципиально перенести химиотерапию, что 80 лет ему, что там 45 лет, эта химиотерапия ему может быть назначена. Если говорить о вторпирамидинах. Какой выигрыш от назначения оксалиплатина и есть ли он? В 2013 году был представлен метаанализ вот тех трех исследований с оксалиплатином. Оказалось, что в этих исследованиях всего лишь 17% больных было старше 70 лет. И в двух этих исследованиях, в мозаик и вот в американском NSABP, не было выигрыша у пациентов старше 70 лет от добавления оксалиплатина. В исследовании кселокса этот выигрыш был. Вот если посмотреть на график, верхний график это по безрецидивной выживаемости, голубенькие это молодые пациенты младше 70 лет. Мы видим, что у них есть выигрыш с точки зрения безрецидивной выживаемости и общей выживаемости, так как находится слева от единицы. А вот для пациентов старше 70 лет это оранжевые показатели. Мы видим, что выигрыш вроде по безрецидивной выживаемости какой-то есть, хотя он и менее значим, но с точки зрения общей выживаемости никакого выигрыша нет, а некоторые даже есть тенденции к смещению с точки зрения преимущества от монотерапии вторпирамидинов. Поэтому как можно интерпретировать эти данные? Не вызывает сомнения, что химиотерапия с оксалеплатином все-таки помогает каким-то пациентам и старшей возрастной категории. Потому что в этом исследовании, в этом анализе представленном не было проведено какого-то поданализа в зависимости от сопутствующей патологии. Мы знаем, что 72-летний больной 72-летнему больному рознь. Есть люди в 90 лет ходят на работу, а есть которые в 50 лет уже глубоко инвалидизированы. Но тем не менее мы видим, что увеличения значимого в общей выживаемости нет. Поэтому с моей точки зрения оксалеплатин пациентам старше 70 лет с третьей стадии стоит предлагать только во-первых сохранным больным, которые это могут перенести. Большинство больных все-таки могут действительно перенести оксалеплатин. Все вы знаете, что фулфокс, что кселос хорошо переносимый режим. Поэтому первое, чтобы он мог перенести. Второе, высокая ожидаемая продолжительность жизни какая? Наверное, не менее 5 лет. Если у пациента предполагаемая ожидаемая продолжительность жизни менее 5 лет, хотя сложно сказать, как это можно на взгляд посчитать, иногда можно, это опять же критерий, что мы через 5 лет можем получить больше выигрыша. Мы видим, что выигрыш после 5 лет только начинает еще возрастать к 10 годам. И третья может быть группа, кому старше 70 лет можно назначить оксалеплатин, это все-таки группа высокого риска. Я бы, наверное, остановился на группе N2, там, где выигрыш от назначения оксалеплатина наибольший. По-видимому, всем остальным больным, несмотря на третью стадию, стоит предлагать все-таки монотерапию вторпирамидинами, второроцил струйный или лучше переносится, допустим, капицитабин. Микростелитная нестабильность – это нечастое явление, связанное с нарушением гомологичной репарации ДНК. Примерно у 20-50% пациентов с микростелитной нестабильностью определяется сопутствующая мутация БИРАФ. Все мы знаем, что мутация БИРАФ – это вообще негативный прогностический признак, сильный негативный прогностический признак у пациентов с метастатическим колоректальным раком. У больных с ранними стадиями до сих пор спорные данные, некоторые исследования говорят, что это тоже ухудшает выживаемость больных, некоторые исследования говорят, что это сильно никак не влияет на отдаленные результаты. Поэтому, в принципе, на сегодняшний момент, что мутация КИРАС, что мутация БИРАФ не должна приниматься особенного внимания для выбора адювантной химиотерапии. Эти данные нам нужны уже у пациентов с метастатическим процессом для подбора таргетной терапии. У больных с ранней стадии, по сути дела, даже на сегодняшний момент и не нужно определять, не БИРАФ ни КИРАС. Часто приходится видеть, как пациентов посылают на этот анализ. Как клинически проявляется микроцитолитная нестабильность? Когда ее можно заподозрить и направить пациента? Чаще болеют лица молодого возраста, чаще поражается лодочной кишки, часто слепая кишка, очень часто это бывают опухоли со слизеобразованием, муцинозные, и зачастую морфологически они выглядят очень плохо. Это низкодифференцированные опухоли, нередко могут быть Т4. И вот если прочитать заключение патоморфолога, сложится впечатление, что это крайне неблагоприятная ситуация у пациента. На самом деле ситуация совершенно другая. Наличие микросателитной нестабильности в опухоли говорит о значительно лучшем прогнозе, чем у остальных больных. Встречается она нечасто. Большей частью это спорадические мутации. Наблюдается приблизительно у 10% пациентов со второй стадией колоректального рака. Примерно у 2-3% больных бывает наследственная мутация. Наследственная. Или синдром Линча. Или наследственный неполипозный колоректальный рак. Поэтому на сегодняшний момент АСКО рекомендует всем пациентам до 55 лет со второй стадией делать анализ на наличие микросателитной нестабильности. На сегодняшний момент многие ученые рекомендуют отказаться от возрастного ценза и всем пациентам со второй стадией отправлять на этот анализ. Это несложный анализ. Делается он по опухолевым блокам. Кроме того, что может иметь значение для выбора адювантной терапии, позволяет выявить пациентам синдром Линча. Потому что нередко синдром Линча выявляется у пациентов, у которых нет никакого семейного анамнеза. Прогностическое значение было проанализировано в том году. Метаанализ 17 исследований более 7000 пациентов со второй и третьей стадии, которые получали разные лечения. Кто-то просто оперировался, кому-то назначалась монотерапия второперимединами, кому-то с оксалиплатином, кому-то адювантная терапия с иринотыканом. И получилось на первом этапе удалось проанализировать эффективность второперимединов в адювантной терапии. Здесь запутанные графики, давайте попробуем показать. Что оказалось, что при второй стадии у пациентов с микросателлитной нестабильностью рецидивы развиваются достаточно редко. Всего лишь у 10% больных независимо от лечения. Назначите вы им адювантную химиотерапию, второперимединами или не назначите, у большинства больных рецидив не разовьется. Если говорить о третьей стадии, это два нижних графика, то все-таки у пациентов по-видимому есть некоторый выигрыш от назначения опять второперимединов, потому что до этого считалось, что второперимедины совершенно неэффективны у пациентов с микросателлитной нестабильностью, но по данным этого анализа получается, что все-таки третья стадия выигрывает. Поэтому если суммировать эти данные, при второй стадии у пациентов с микросателлитной нестабильностью большинству больных вообще нет смысла назначать адювантную химиотерапию. Если уж вы планируете назначать адювантную химиотерапию по каким-то причинам, допустим, Т4, другие факторы негативной риска, то тогда лучше назначать оксалеплатин, содержащую химиотерапию. В 15-14 годах было представлено такое наблюдательное, ретроспективное, многоцентровое французское исследование АГЕО. Свыше 400 пациентов они смогли собрать с микросателлитной нестабильностью со второй и третьей стадии. Часть из пациентов просто оперировалась, наблюдалась, часть получала монотерапию второперимединами, часть с оксалеплатином. И что мы видим? Что при второй стадии риск рецидивов что с адювантной химиотерапией, что без, был даже еще меньше, чем по данным предыдущего анализа. Всего лишь от 2 до 6%. То есть еще раз это говорит о том, пациенты со второй стадии не выигрывают от адювантной терапии, если у них есть микросателлитная нестабильность. У пациентов с третьей стадией риск выше и выигрыш от адювантной химиотерапии есть. Поэтому при третьей стадии, если есть уже поражение региональных лимфоузлов, факт наличия или отсутствия микросателлитной нестабильности никоим образом не должен сказываться на выборе вашей тактики по назначению адювантной химиотерапии. Кроме того, ну все-таки еще больше запутало эти данные то, что все-таки в этой благоприятной группе больных с микросателлитной нестабильностью были выявлены определенные негативные факторы риска. Прежде всего это оказалась кишечная непроходимость, стадия Т4 и наличие эмбола в сосудах. Поэтому отдельным пациентам вот с этими высокими факторами риска даже при наличии микросателлитной нестабильностью с Т4 и 0 и 0 может быть рассмотрен вопрос действительно о назначении адювантной химиотерапии. Но если вы решаете назначить адювантную химиотерапию таким больным, то это не должна быть монотерапия в торпирамидинах. Это должна быть комбинация оксалеплотина с торпирамидинами. Вот здесь представлены кривые выживаемости. Мы видим, что при третьей стадии пациентов с микросателлитной нестабильностью наибольший выигрыш наблюдается от комбинации фуллфокс, хотя число больных не так много, как хотелось бы. У фторурацила по данным этого исследования пограничный выигрыш по сравнению с одной хирургией. Если мы посмотрим на правый график, это пациенты второй стадии с высоким риском. Мы видим, что пациенты с высоким риском второй стадии, те, у которых были Т4, у которых была кишечная непроходимость, что как будто бы они тоже выигрывали от назначения все-таки адювантной химиотерапии, прежде всего фуллфоксом, при раке прямой кишки это вообще тема отдельного доклада должна быть. Это, на мой взгляд, еще более запутанный вопрос, помогает ли адювантная химиотерапия этим пациентам. Если говорить о больных, которые получили только хирургическое лечение, то здесь ситуация примерно такая же, как и при раке ободочной кишки. Адювантная химиотерапия полезна, она снижает риск прогрессирования должна назначаться по тем же принципам, что мы делаем при раке ободочной кишки. Сложнее ситуация с теми больными, которые получили предоперационную химио-лучевую терапию. Помогает ли им адювантная химиотерапия? По данным трех исследований, которые применяли 5 вторпиримедины в качестве адювантной химиотерапии, больных, которые уже до этого получили химио-лучевую терапию, по короткой или по длинной программе, все эти три исследования негативны. Выигрыша никакого не было. Два исследования изучала вопрос об адювантной химиотерапии аксалиплатина с торпиримединами. В одном исследовании был небольшой выигрыш от добавления аксалиплатина, во втором исследовании этого выигрыша не было. Поэтому, какие больные после химио-лучевой терапии выигрывают от адювантной химиотерапии? На этот вопрос попытался ответить исследование АДОР, представленное в том году на АСКО. Это исследование, выполненное на корейской популяции больных, куда включались пациенты с местно распространенным раком прямой кишки, которые получали химио-лучевую терапию, они оперировались, и вот те больные, у которых после операции было Т3, Т4 или же Н+, то есть это те пациенты, у которых по-видимому не было очень хорошего эффекта на химио-лучевую терапию, у которых стадия существенным образом не изменилась, то есть какая она была на входе, такая и осталась. И вот эти пациенты рандомизировались или же на кселокс, или же на режим МИО. И по данным этого исследования мы видим достоверное улучшение по безрецидивной выживаемости от добавления оксалиплатина по сравнению с монотерапией 5-туророцилом. Притом 3-й стадии, так собственно и при 2-й стадии. Ну не только химиопрепаратами мы можем помочь больному. В этом году НАСКО было доложено данные регистра Норвегии. Регистр покрывает свыше 99% населения, свыше 25 тысяч пациентов, которые прослеживалось, принимали ли они аспирин после операции по поводу рака толстой кишки, это пациенты с ранними стадиями, или же не принимали. И оказалось, что пациенты, которые принимали аспирин, ну по каким-то другим причинам, не в связи с, им не специально назначалось для профилактики рака толстой кишки, а в связи с ашемической болезнью сердца, оказалось, что риск смерти от колоректального рака у них на 25% меньше, чем у пациентов, не принимавших аспирин. Интересные данные в этом же году были представлены по поводу кофе. 900 пациентов с третьей стадии колоректального рака после операции, химиотерапии, заполняли опросники по поводу своих питьевых предпочтений. И оказалось, что пациенты, которые выпивают 4 и более чашек кофе в день, риск снижался практически в два раза, на 52% по сравнению с теми, которые не пили кофе или которые пили чай или декофеинизированный кофе. Таким образом, эти данные вовсе не говорят о том, что мы можем в условиях ограниченного бюджета здравоохранения пациентам выдавать кофе, хотя, конечно, это было бы значительно дешевле. Но, по крайней мере, это хорошее обоснование для тех, кто кофе любит, что кофе полезно. Следующий вопрос это физическая активность. Вообще, в многочисленных исследованиях при разных опухолях и при раке молочной железы, в частности, было показано, что физическая активность она полезно влияет не только на здоровье в целом, но и каким-то образом снижает риск прогрессирования злокачественного новообразования. Есть определенные лабораторные подтверждения, что у пациентов, ведущих активный образ жизни, достоверно меньшее число провоспалительных цитокинов, уровень плохих интерлекинов меньше, чем у пациентов, которые ведут лежачий образ жизни. И вот, в частности, метаанализ шести проспективных когортных исследований, которые исследовали уровень физической активности после постановки диагноза. Потому что, как оказалось, уровень физической активности до того, как у тебя развился рак, существенным образом не влиял на исход в дальнейшем. А вот, как себя вели больные уже после операции. Оказалось, что те пациенты, которые вели активный образ жизни, ну вот, в частности, используется там такой критерий 15 мет в час в неделю. Значит, 15 вот этих мет в час в неделю, ну, говорится, что это обычная ходьба 5 часов в неделю. Не так уж и много, да? Всего лишь 5 часов в неделю обычным шагом походить. То вот каждый вот эти 15, физическая активность в виде 15 мет в час в неделю снижала риск смерти на 38%. Поэтому важно пациентам объяснять, что физическая активность полезна. Как минимум, как минимум, это улучшит переносимость химиотерапии. Это известно, что занятия йогой, например, улучшает переносимость химиотерапии. И как максимум, это может действительно, вы можете дополнительно помочь части пациентам предотвратить риск прогрессирования заболевания. Так, я боюсь, что я выбиваюсь уже чуть-чуть из графика. Поэтому, если суммировать, при третьей стадии оксалиплатин с торпирамидинами, при второй стадии высокого риска можно назначать как фторпирамидины или же оксалиплатин с торуроцилами раннее начало до двух месяцев. Старше 70 лет большинству больных все-таки нет смысла от добавления оксалиплатина. С микросателлитной нестабильностью надо определять пациентам со второй стадии, кому вы думаете, назначить или не назначить одевантную химиотерапию, потому что часть пациентов и нет смысла назначать ее, у которых это есть. Про коммерческие модели не удалось сказать, прогностические, ладно. И по поводу рака прямой кишки, если не было предоперационной химио-лучевой терапии, лечите как ободочную, а после химио-лучевой терапии опять же, скорее всего, нужно лечить по тем же принципам, как рак ободочной кишки, за исключением пациентов, у которых достигнут полный лечебный патоморфоз на химио-лучевой терапии. Вот все исследования однозначно говорят о том, что если у пациентов достигнут полный патоморфоз опухоли на химио-лучевую терапию, дополнительное проведение адювантной химиотерапии никоим образом им не помогает, но, естественно, дает только токсичность. Все, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...